Владимир Александрович живет в городе 60 лет, но такого не припомнит. Уже месяц в доме на Северном переулке почти нет горячей воды. Почти, потому что течет едва теплой тонкой струйкой. И это днем. Утром и вечером, когда все возвращаются с работы, даже о таком остается только мечтать. Чтобы добиться приемлемой температуры, приходится подолгу держать кран открытым. А счетчикам все равно, что там льется. По словам Владимира Александровича, с такими же проблемами столкнулись и жители соседних домов. Устав мириться с неудобствами, пенсионер попытался самостоятельно прояснить вопрос, но четкого ответа так и не получил. В чем дело, не знаю. Я позвонил туда, в центр ЖКХ. Мне что-то они ответили, что-то там у них полетело. Они думали, что как-то там выкрутятся и чего-то сделают. Но не получилось, и они чего-то закупать будут. Я не знаю толком, как это все, вещи-то все делаются-то. Осознав, что телефонные звонки коммунальщикам не принесут желаемого результата, жители домов, где начались перебои с горячей водой, пустили в бой тяжелую артиллерию. И обратились к своему депутату Ивану Ситникову. Он и инициировал съемки этого репортажа. Данные теплоузлы запрещены к эксплуатации с 1 января 2022 года. Данный закон был принят в 2013 году. Было 7 лет, чтобы подготовиться. И эта забота была бы заботой прежней администрации. Но что получилось, то получилось. Я обращался во все инстанции, и в департамент городского хозяйства, и в центр ЖКХ. Они в курсе, они проблему решают. Но медленно, недопустимо медленно. Ведь там страдают люди. Пообщавшись с жителями, мы решили напрямую обратиться к заместителю главного инженера МОП-центра ЖКХ Сергею Невскому. По его словам, сейчас перебой есть в 9 домах. Причина – некорректная работа систем водоразбора горячей воды, которая тянется еще с советских времен. Что с этим делать, в центре ЖКХ знают. Но в такой мороз работы проводить нельзя. Соответственно, мы ждем температуру, окружающую воздух, хотя бы минус 5, минут 10, может быть, и выше вот этих параметров, чтобы совместно с половыми сетями отключить и у них, и у нас, и произвести работы, устранить эти недостатки. И тогда, в общем-то, как сказать, все нормализуется. Так, смотрите, когда температура придет в норму, сколько дней понадобится на эти работы? На один узел, один день. Домов таких у нас вот сейчас, которые требуют вот именно такого вмешательства, их 9 с такой системой. Пока что прогноз неутешительный. Потепление обещают не раньше 26 февраля. Но в то же время картина наконец-то прояснилась. Стало понятно, чего ждать и когда это произойдет. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.